Программа не имеет возрастных ограничений. Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Спешите! Только в компании «Алми». До конца декабря вы можете приобрести видеорегистратор DVR 668 Full HD всего за 3900 рублей. Компания «Алми». Телефон 64 65 84. Магазин книги детям предлагает возродить традицию семейного чтения. Помогите ребенку полюбить мир книги и живого общения со взрослыми. Пополните детскую библиотеку увлекательными книгами и энциклопедиями. И разнообразьте семейный досуг развивающими играми. А для успешного поступления магазин книги детям предлагает школьникам и абитуриентам пособие для подготовки к ЕГЭ ОГЭ. Внимание! Скажи открывашка на касте магазина книги детям и получи скидку 10%. Преображенская 27. Ленина 102А. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе! Доброе утро, доброе утро! Здравствуйте! В эфире детская познавательная программа «Открывашка» на часах 11.07. Меня зовут Владимир Сметанин. Родители, дети, бабушки, дедушки. Я думаю, что именно сегодня такой состав возле радиоприемников. Кстати, нас можно слышать не только на частоте 101.0 FM. У вас есть возможность зайти на сайтах kirwa.ru и заглянуть в нашу студию. Есть специальная там кнопочка видеотрансляции. Представлю сразу же моих соведущих. По традиции ребята у нас присутствуют в студии. Здесь Соня Занько. Соня, доброе утро! Федя Рычков. Федя, привет! И Саша Копылевич. Здравствуйте! Саша, доброе утро! Как настроение сегодня с утреца? Хорошо. Хорошо. Пораньше сегодня специально встали, да, для того, чтобы прийти в наш студию? Рано. Рано. Я очень... Я поздно. Да. Я поздно, да. Хочу вас спросить, раз у нас познавательная программа, открывашка, делаем какие-то открытия, и чуть позже мы тему сегодняшнюю обозначим. Я хочу вас спросить, а вы какое-то открытие за последнее время для себя сделали? Что нового узнали? Я могу учиться лучше, чем учился раньше. Ты начал учиться лучше? Да. С чем это связано? Ты стал больше читать, больше уделять внимание? Нет. Подготовке, нет? Просто стал лучше учиться. Это как-то само. Я сначала полгода учился не очень, а сейчас я учусь просто хорошо, на четверке. На четверке? На четверке. А родители наверняка рады, что ты стал учиться лучше. Да, потому что раньше я учился на тройке. Федя, а ты какие оценки в последнее время получаешь? Ну, 4-5, да. Ну, было несколько троечек. То есть ты хорошист? Ну, вроде, да. Хорошист и отличник? Нет, не отличник, не хорошист, но вот в этой четверти тоже хорошо начал. Здорово, поздравляю. Соня, у тебя как дела в школе? Ну, так, не очень. Я никогда троечницей за четверть не выходила, но математика у меня ужасна, хотя это мой любимый предмет. Кстати, напомните, в каком классе вы учитесь? В пятом. Четвертый, шестой. Пятый, четвертый, шестой. Ну, отлично. Что в этот станет? Да, давайте поприветствуем нашего гостя. Да, золотая середина. Давайте поприветствуем нашего гостя. У нас сегодня в гостях специалист банка. Отвечает в банке этот человек за социальные и зарплатные проекты. Это Сергей Суслов. Сергей, доброе утро. Да, доброе утро. У вас как настроение? Отлично. Вы как в школе учились? Школу закончил золотой медалью. Золотой? Да, четверок не получал. Вот сегодня пришел с утра у Софьи день рождения сразу же. Поздравил. Поздравляю вас. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Ура. Какие-то подарки уже получили? Да. Что подарили? Поделись с нами. Ну, мне бабушка с дедушкой деньги подарили. Деньги подарили. Мне подарила красивые носки. Вера – это сотрудница нашей радиостанции, которая отвечает, собственно, за организацию детской программы «Открывашка». Ну, здорово. Мы тебя еще будем поздравлять сегодня, но давайте все-таки обозначим нашу тему. Кто скажет, что у нас сегодня за тема? Давай, Соня, вперед. Деньги. Мы сегодня будем говорить про деньги. Когда, как они появились, для чего они появились, как они используются, надо ли их копить вообще, как деньги хранить выгодно. Ну, собственно, вот Сергей Суслов нам сегодня обо всем подробно расскажет. Ну, и к тому же, конечно, телефон нашей студии 211-101, 211-101. Мы будем задавать вопросы нашим слушателям, и вы, ребята, непосредственно будете вопросы задавать, и наш гость Сергей будет вопросы задавать. Может быть, сразу с вопроса-то и начнем, чтобы сразу завлечь, привлечь? Ну, вот Саша Копылевич, давай. Кто на 1-долларовой купюре изображен? Еще раз. Кто изображен на 1-долларовой купюре? Чье изображение присутствует на купюре достоинством в 1 доллар? Да. 211-101. Ждем уже наших ответов. А вы чего в руки тянете? Вы хотите ответить? Еще? Нет. Просто вопрос задать. А, вопрос нет. Давай все-таки по порядку. Там ответ легкий. Да. Задали вопрос. Кто изображен на 1-долларовой купюре? Я вот... Вот как раз у меня, да? Только не показывайте зрителям. У меня как раз в руках 1-долларовая купюра. Да, еще напоминаю, что у нас тут масса экспонатов, и у нас тут монеты лежат, деньги различных государств. Ну, давайте с Сергеем начнем общаться. Давайте спросим все-таки у Сергея. Как у вас дела? Ребята, дела у меня отличные. Когда, для чего деньги появились, и что вообще это такое, Сергей? Ну, вообще, ребята, конечно, у нас уже взрослые, подкованные. Ну, смотрите, ребята, во-первых, я работаю в банке, а когда говорят про банк, первое, что вам приходит в голову? Деньги. Деньги. Я говорю, поэтому мы и начинаем все... А мне приходит в голову или пластиковая карточка, или... Ну, это уже современные деньги, можно сказать. Ну, что, ребята, что такое деньги? Что такое деньги? Так, давай, София. Бумажки, которые имеют ценности, ими расплачиваются. Ну, не только бумажки, посмотри у нас здесь. Это может быть от чеканинной монеты. Конечно. Федя, Федя. Ну, собственно говоря, так сказать, вещь, которую можно обменять на товар, на любой. Неплохо. Ты уже стала говорить о функциях, Гриня. Да. Ну, вообще, деньги. Ну, вот, смотрите, вы сказали бумажки, вы сказали металлические какие-то, да, чеканинные монеты. А что еще может быть в роли денег? Можно обмениваться. Например, раньше были вместо денег шкуры и камни. И вообще, там, продукты. Ну, это вы уже, так сказать, экскурс в историю. Да, ну, давно-давно вообще обменивались там. Человек, которому что-то не нужно, он обменивал на то, что ему нужно. Например, скот какой-то. Ну, вот вы, ребята, чем-нибудь меняетесь в школе? Да. Может быть, дисками? Да. Какими дисками? Федя, чем ты меняешься? Форкрей, на Assassin's Creed 4. Неплохо. То есть, ты игры меняешь. Вот, в твоем, так сказать, мире это деньги. Да. Так, Александр? Я меняюсь монетным, я нумизмат просто. Неплохо. Коллекционерный. Да у нас просто эксперт в студии уже сразу, с самого начала. Это твоя коллекция, да, Саша? Если у меня просто сестра находит какую-то монету, я ей отдаю другую монету. И мы с ней так меняемся. То есть, ты меняешь. Да. Обычные монеты на редке. Неплохо. Я просто один раз нашел десятик, у меня которого сейчас не хватает, последний, тринадцатый. Я его отдал сестре, и она его потеряла. Я еще его нигде не могу найти. Я думаю, что ты найдешь. Печально. То есть, тот всегда найдет. Ну, давайте посмотрим, все-таки, такой грамотный, исторический ответ. Что такое деньги, как они вообще появились, Сергей? Ну что, ребята, вы практически все рассказали. Скажу, что деньги появились еще в восьмом тысячелетии до нашей эры. Представляете, как давно. То есть, сначала люди начинали обмениваться друг с другом шкурами животных, камнями. И вообще, для начала скажу, что именно камни были такими, так называемыми, первыми деньгами меняясь. И, собственно, в будущем люди преобразовывали деньги, поменяясь, как я уже сказал, шкуры. Это бывают и какие-то камни, ракушки, все что угодно. Извините, мы вас прервем и на звонок. Есть у нас звонок, да? Давайте, ребят, приветствуйте нашего слушателя. Соня, приветствуй. Привет, как тебя зовут? Севолод. Как? Севолод. Севолод? Севолод, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Одиннадцать. Сколько? Одиннадцать. 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 Ты хочешь сегодня вопрос? Да. Давай, кто изображен? Саша, как он мне? На одном из этих изображений изображен людей, что Томас Джефферсон. Чего? Томас Джефферсон, он сказал. Томас Джефферсон, ты сказал, Севолод? Да. Да. Ну что, правильный, неправильный ответ? А кто такой вообще Томас Джефферсон, да, Севолод? Мы хотим тебя спросить. Президент США. Президент США. Это верно, кстати. Но он ли изображен на этой однодолларовой купюре? Александр, ты у нас как эксперт по вопросу. Так-то ответ был Бенджамин Франклин. Ну, ты уже сразу рассказал. Франклин. Да. В общем, давайте, Севолода, не будем огорчать. Мы засчитаем его ответ за правильный. Севолод, ты победил, в общем. Ну, он постарался. За попытку, так скажем, за смелость. Я, если честно, не знала о Томасе Джефферсоне, и, наверное, большинство здесь, поэтому он нам дал новое знание. За это ему можно дать приз. Давайте, Севолод. А, кстати, Соня, мы не озвучили, какие у нас сегодня подарки. Давай быстро пробежимся. У нас есть книга Яны Мори, песни мамы шамана. Также есть книга Мэтт Хейг. «Мальчик по имени Рождество». Книга «Удивительные приключения в стране экономика». Билеты в кинотеатр «Киномакс» и приглашение на две персоны на «Масленицу» в заповеднике сказок. О, мы туда поедем с класса. Сева, что ты хочешь получить? Да, нет, в «Киномакс». В «Киномакс»? Да. В «Киномакс». Все, отлично. Не клади, пожалуйста, трубку, сейчас редактор наш пообщается с тобой. Так, а мы билеты, соответственно, в кино вычеркиваем из нашего списка подарков, да? Ну, прикольной ручкой. Ну, а мы продолжаем. Я хочу задать вопрос еще. Да, пожалуйста. Слушателем или Сергею? Слушателем. Слушателем? Да, много сражения. То есть свой вопрос ты хочешь, да, уже озвучить? Хорошо, внимание, 211-101. Федер Ичков задает следующий вопрос. Как называется обмен товарами? И назывался, когда это было как бы эффективно? Могу дать подсказку на букву «Б». Я знаю, как это называется, но это же вопрос с нашим слушателем. Так, молчок. Все. По-английски это называется «трейд». Трейд. Конечно. Ребята, кстати, хотел вам рассказать. 211-101. Как называется обмен товарами и термин на букву «Б». Ждем ваших звонков. 211-101. Ребята, я вижу, вы любите отвечать на вопросы. Давайте я вам маленький вопросик задам. Ну, смотрите. В Древней Греции, как города назывались? Полисы. Вот. Там уже были монеты, были, так сказать, денежные знаки. Но в Спарте, знаете такой город? Да, конечно. Здесь и Спарта. Здесь и Спарта, да. Именно он. Там использовали такие массивные железные прутья. Как вы думаете, почему? Хотя в других городах Греции уже были деньги, ну, именно как монеты, а там использовали железные прутья. Это был город боевой, в котором не было искусства, ничего там, чисто было военное искусство. И поэтому обменивались железными прутьями, потому что они могли бы помочь для обороны дома или для обороны самой Спарты. Ну, такая неплохая версия. Еще версии? Сидя, Федор, есть какие-то у тебя предположения? Потом... А они большие были, эти железные прутья? Да, такие массивные, тяжелые. Вторая версия. Еще их могли использовать для того, чтобы их там плавить, и из них как раз плавить оружие. Мечи делают, в том числе, доспехи какие-то. Или там забор. Наконечники для ничего не будет. Конечно. Если бы у них были помидорки, они могли бы подвязывать. Человек мог оборудить вот так вот свой дом, там, не знаю, жилища вот этими прутьями. Поставь место забора. Да, да, да. Никто не пройдет. Вот видите, ребята, то есть представьте, у нас сейчас, в нашем современном мире были бы прутья вместо наших денег. Что бы мы могли с ними делать? Пришел в магазин с кучей прутьев. Кошелек их не положишь. Вот, на самом деле, ребята, правильный ответ такой. Почему в Спарте использовали железные прутья? Да потому что они были такие массивные, их было тяжело носить с собой и так далее. Кучаешься. Какие-то избежать стремления к богатству у жителей Спарты. Потому что зачем думать о деньгах, когда нужно, так сказать, воевать, искусство военное изучать. Совершенствовать свои способности. Ну, еще можно пока не формирует пруть качаться. Представляете, ребята, если бы, например, айфон, айфон был бы вот такой огромный. Да, ой-ой. Никогда бы его не получил. Ну, конечно. Вот так же и про деньги. Компьютер, телевизор. Да. Давайте еще раз напомним вопрос. Федя, напомни, пожалуйста, какой вопрос ты задал? Как назывался обмен товарами? У нас звонок. Звонок, звонок, звонок. Звонок. Так, Саша, приветствуй нашего слушателя. Здравствуй. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Привет. Меня зовут Ирина, мне 10 лет. 10 лет. А в каком классе ты учишься? Я учусь в 4-м классе. Ирина, редкое имя. А чем ты занимаешься? В свободное время я занимаюсь танцами. И в какой ты школе учишься? Что? В какой школе учишься? Я учусь в 10-й школе. В 10-й. О, она как раз рядом с моей школой. Хорошо. 10 лет в 10-й школе. Ага. Федь, ну, давай, напомни еще вопрос. Будем слушать ответ. Как называется обмен товарами на букву «Б»? Бартер. Это правильный ответ. Правильно. Отлично. Поздравляем тебя, Ирина. Сейчас Соня напомнит, какие у нас еще призы есть, что можно забрать. Призов у нас очень много, но у тебя возможность выбрать, соответственно. У нас есть книга «Яны Мори. Песни мамы шамана». Также есть книга «Мэтт Хейг. Мальчик по имени Рождество». Книга «Удивительные приключения в стране. Экономика». И приглашение на две персоны на Масленицу в заповедник сказок. Ирина, что ты выбираешь? «Песни мамы шамана». Песни мамы шамана. Хорошая книга. Сейчас Соня берет эту книжку в руки, да. Книжка действительно выглядит хорошо. Я надеюсь, что она очень содержательная, очень интересная, и тебе обязательно понравится. С множеством легенд. Отлично. Ирина, поздравляем тебя. Не клади, пожалуйста, трубку, телефонную. Сейчас тебе объяснят, как этот приз забрать. Первый день офигенная книжка. Я предлагаю сейчас все-таки Сергею задать вопрос нашим слушателям 211-101. Так, а вопрос у меня очень простой. Для начала полегче. Как называется денежная единица в Казахстане? О-о-о. Есть такая у нас страна бежуственная. В ней находится Казань. Что вы? Что вы? Казань это столица Татарстана. Я знаю. Тут Казахстан. А тут Казахстан. Казахстан. Как называется денежная единица Казахстана? Как же сложно. Ну давайте, а как называется? А как называется? А Сергея Суслова? У нас рубли, да? Да, а у них... В Украине как называется денежная единица? У нас, кстати, она тоже есть вот здесь. Я знаю, что есть доллары, евро, рубли. Доллары, доллары это США, Соединенные Штаты Америки. Евро, Европа, Евросоюз. Кроны есть, но кроны это не туда. Это вообще... Не туда. Кроны, что еще? Фунты, стерлинги, юани. Кроны в Праге вообще. Юани, да. Вот раньше, например, в стране Латвия тоже были свои собственные монеты, деньги. Как они назывались, как вы думаете? Тут, так сказать, даже созвучно со словом, с названием страны. Латвия. Три буквы. Латвия. Латвия, конечно, латвия. Да? Латвия. Так-то латвия... А в Украине, собственно, гривны. Блин, я же помню. А в Белоруссии тоже рубли, только белорусские. Почему когда надо, ты забываешь название. Вот почему. Кстати, Сергей, хочу спросить, а это правда, что в глубокой-глубокой древности, например, железные деньги, монетки, можно было делить еще? Например, половинку отломил, и этой половинкой расплосился. Конечно. Было ведь такое дело? Да, да, да. Думаете, почему называется наш рубль рублем? Потому что раньше от большого слитка отрубались части. Мы читали, да. Там этим слитком могли расплачиваться или целым, или там из него что-то сделать, или тоже отдать. Еще. У нас звонок. У нас звонок. Давайте примем. Федя, приветствую нашего слушателя. Кто это? Мальчик, девочка. Здравствуй. Как тебя зовут? Арсений. Сколько тебе лет? Восемь. Арсений, ты, по-моему, уже участвовал, да, у нас в программе «Открывочка»? Выиграл, да, ведь? Да. Да, выиграл. Хорошо. Еще раз Сергей сейчас напомнит вопрос, ну а с тебя ответ. Ну, вопрос простой. Как называется денежная единица в Казахстане? Тенге. 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 Конечно. Тенге. Правильный ответ. Арсений. Здорово, поздравляем тебя. Молодец. Здорово. Соня, напомни, пожалуйста, что может выбрать Арсений. У нас есть книга «Мэтт Хейг. Мальчик по имени Рождество», книга «Удивительное приключение в стране экономика». Вот она. И приглашение на две персоны, на Масленицу. Заповедник сказок. Последнее. Приглашение, да, на Масленицу? Да. Отлично, поздравляем тебя. Очередное твое... Ты победитель. Результативное участие в программе «Открывашка» тебе достается этот приз. Звони нам еще обязательно в следующее воскресенье, да и вообще каждое воскресенье. Моя сестра тут выиграла больше всех. Семь раз. Семь раз уже выиграла? Боже мой. Сергей, вы все-таки как специалист банка, вот по части банка хотелось бы услышать, да, какие-то интересные темы. Почему вообще, как вообще появилось такое, да, органическое учреждение как банк и в чем же выгода хранения денег именно в банке? Ну, ребята, вы поняли, да, что банк и деньги, это практически, можно поставить, да, знак равно между ними. Вот как вы думаете, в какой стране впервые появился центральный банк государственный? Китай. Китай. Хороший варен, кстати. Кстати, хороший. В Китае появились первые бумажные деньги. Япония. Потому что там первая бумага появилась. Конечно, китайцы у нас вообще везде. А еще там борох появился. Борох появился в Китае. Япония. В Китае много чего появилось. Я скажу больше, европейская страна на букву Ша. Шанхай. Нет, Шанхай. Это китайский город, столица. То есть это север Европы. Да, да, да. Ну вот я знаю, что в Европе появились деньги. Шри-Ланка. Нет. Мы уже ребята пошли по всем странам. Ну давайте я попробую дарить Швеция. Конечно, это Швеция. То есть мы знаем. Живи. Вот там, почему первый центральный банк. Вот смотрите. Зачем вообще люди ходят в банки? Чтобы положить туда свои деньги. Да. На так называемый. На будущее. На вклад. Зачем они туда кладут деньги? Чтобы получить 100% годовых. Я выдела максимум 9% годовых, а у меня будет 10% годовых. Да, это в будущем ты расскажешь, Александр. На самом деле, они туда что? Принесли деньги? Чтобы сохранить эти деньги и чтобы их приумножить. На будущее. Конечно. А что еще люди делают в банке? Работают. Берут кредит деньги. Оформляют карты. Берут кредиты. Берут кредиты. Да. То есть, они не только туда деньги кладут, но и забирают, чтобы что-то себе приобрести. Кстати, ребята, кредит, вклад – это все банковские продукты. Да. Ну, еще, кстати, один банковский продукт можете назвать. У вас было домашнее данное с ним связанное. Оформление карты, карточки. Правильно. Пластиковая карта. Кстати, как вы вообще относитесь к такому слову, как кредит? Кредит не очень положительно, потому что кредит потом нужно возвращать с процентами. К банку. Конечно. Есть маленькие проценты, есть большие проценты. Но кредит, он же не всегда плохо. Правильно? Дело в том, что если кредит маленький, то это хорошо. Если кредит большой, то это плохо, потому что чем больше кредит, тем больше процент. Ну, вот, например, Александр. То есть, 650 тысяч, может быть, миллион двести. На самом деле, кредит может быть и огромная сумма, может быть, маленькая. Главное, как вы его используете, рационально или нет. Допустим, ты, Александр, живешь в Новоевске. Новоевск. Тебе нужно каждый день ездить на работу на «Эхо Москва». Ну, например. Возможно. Автобусы 46-е переполнены. Тебе неудобно. Ну, и у тебя есть возможность взять кредит и купить машину, чтобы на ней ездить на работу. А легче просто заказать такси. У тебя нет прав. Нет, ну, ты когда уже Александр вырастешь, конечно. Ежедневные поездки на такси в копеечку влетит. То есть, ты покупаешь машину, ездишь на работу, зарабатываешь деньги, не опаздываешь, начальство на тебя не ругается, все отлично. А если, например, ты гонишься за модой, вот вышел там новый телефон, новая модель. Какие вот вы любите телефоны? Айфоны. Айфоны, да? Допустим, недавно вышел. Я не люблю айфон. Седьмой айфон. Я не знаю свою марку телефона. Скоро выйдет. Вот, София, молодец, умница. Выйдет восьмой. Нужно было взять кредит на него. Зачем? Хотя у тебя есть седьмой. То есть, это уже нерациональное использование средств. Может, кто-нибудь мне когда-нибудь скажет, какая у меня марка телефона, и я пойму. Покажи, какой. Кстати, ребята, ребята. Не заморачивайтесь, что называется. Да, не заморачивайтесь. Лишь бы работал. Давайте, знаете, еще приведем пример такой, уже близкий к вашей учебе, к вашей жизни. Допустим, Александр приходит на учебу, а там что? Там контрольная работа. Александр забыл тетрадь. А София принесла как раз вторую тетрадочку. И тогда говорит Александр, у меня есть вторая тетрадь. Дает ему. Где ты Александр, собственно, пишешь. Которую на работу. На следующий день ты приносишь Софии тетрадь новую. Еще плюс что? София. Я просто даю тетрадик. Тетради. А, ты так просто. Добрая душа. У нее точно нет ответов на что и класс. А у меня все с процентом. Ну, во всяком случае, София просит у Александра тетрадь, а он еще и шоколадку и дает. Вот это процент, который берет банк. Примерно так. Банк шоколада. Да, была вроде такого шоколадного банка. У нас раньше в школе проще дать листок. Слушайте, ребят, у нас время быстро очень летит. У Сергея я знаю еще один вопрос. Да, еще один вопрос. Сергей, задавайте вопрос. Уже посложнее вопрос. В какой стране есть закон, который запрещает изображать на купюрах, на денежках живых людей? О как. Такой. В какой стране существует запрет, законодательный запрет на размещение на купюрах денежных изображений людей, живых людей? Живых людей. 211. Пожалуйста. 211. Ребята, родители, бабушки, дедушки, подключайтесь. Я буду держать свою руку. Так, и кстати, пока на наш вопрос отвечает, ребята, про следующий наш продукт, это карта. Да. У вас было домашнее задание. Подготовить. Да, карта. Давайте, показывайте, что у вас получилось. Федер, расскажи, ты у тебя... Нет, я еще добавлю, чтобы было задание сделать дизайн карты, назвать эту карту, какой-то банк и преимущество этой карты, чтобы люди захотели ее приобрести. Федер, давай несколько слов, что у тебя получилось. Да, у меня получилась карта Кировгородбанка. Угу. Так. Я оформила сразу же на себя, она золотая, и она как бы валюта рубли, и сразу же кредит 10%. Неплохо, неплохо. Здорово. Далее что будет рассказывать? Я. Соня, расскажи. Соня, давай рассказывай. У меня получилась карта, которую я тоже на себя оформила из банка, я его сама придумала, Money Time. Мы с бабушкой придумали, ну, время-деньги. Время-деньги, отлично. Вот у меня с задней стороны тоже красиво. И она дает тоже 10% и скидку на, вот, мой любимый магазин для животных, это Zoos 43. Угу. Отлично. Здорово. Неплохо. Я хочу добавить, что патриотический дизайн. Многие люди, многие банки не уделяют внимания. Триколор у нас. Да. Второй стороне карты. Я же человек не патриот, например, как я. Поэтому и названо Money Time. Пожалуйста. На английском. Саша, что у тебя получилось? У меня получилась карта LootBank от компании LootCart. Вот, на ней есть, это гибридная карта, на ней есть и чип, и полоса. Ну, я ее пока что ни на кого еще не оформил. Плюс та карта, что она дебетовая и кредитовая. Вы получаете сразу 5% от пополнения. И на карту, когда вы ее оформляете за 150 рублей, то вы получаете 500 рублей сразу на карту. Слушай, какая у тебя система продумана? Неплохо прямо. Еще идут на карту 10% годовых от суммы, лежащей на карте. Неплохо. Она и дебетовая, и кредитовая. Очень удобная. Дебетовая. Ты можешь расплачиваться где угодно, когда денег нет. Ты как раз можешь прийти и взять кредит на эту карту. Здорово. Молодцы. Соня, у нас есть звонок. Приветствую нашего слушателя. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Андрей. Сколько тебе лет? Семь. Соответственно, ты в первом классе учишься. В первом. В первом. А в какой школе? В двадцать первой. В двадцать первой. Отлично. А ты хотел бы ответить на вопрос, да? Да. Сергей сейчас повторит вопрос. Вопрос такой. В какой стране есть закон, запрещающий изображать на денежной купюре живых людей? В США. Все правильно. В США? Это США, да. Так что, это вот смотрите, ни одного живого вы не обнаружите. Ушедшие из жизни уже изображаются. Вот я сейчас тебе перечислю призы. Это у нас книги «Удивительное приключение в стране экономика» и книга Мэтт Хейк «Мальчик по имени Рождество». Я хочу книгу «Удивительное приключение в стране экономика». Это довольно взрослая книга. Молодец, что ее выбрал. И ты ее получишь. Весомая такая, существенная книга вообще. При студии. Да. Андрей, поздравляем тебя. Поздравляем. Не клади, пожалуйста, трубку. А что получается? У нас три таких книжки, да? Мы сегодня разыгрываем еще четыре? Четыре. Четыре штуки. У нас уже середина часа. Спасибо большое. Сергей Суслов, специалист банка по социальным и зарплатным проектам. Время вот прям пробежало, Сергей. Мы сейчас прервемся и продолжим беседу с нашими ребятами. И в том числе будем говорить про клады. Музыка. 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 программы «Открывашка». 211-101, напомню, номер нашего телефона. Меня зовут Владимир Сметанин. Мои соведущие сегодня Федя Рычков, Саша Копылевич, Соня Занькова. Вы не устали? Нормально? Нет, всем привет. У нас новый гость в студии. Это Алексей Фоминых, историк-нумизмат. Алексей, добрый день. Всем привет, добрый день. Мы сегодня тут уже поговорили с ребятами, кто как учится. Вы как учились в школе? На какие оценки? Ну, я скажу так, что учился по-разному, не буду хвастать, но по истории я всегда получал пятерки. Здорово. Вы принесли кое-что сегодня с собой. Мы тут разглядываем монеты. Вот Соня сейчас держит в руках монету. Старую. Старую, да. Давайте сразу... Я замечал, чем больше номинал, тем толще монета. Это интересное наблюдение. Ну, так принято или не обязательно? Нет, абсолютно не обязательно, но в старину вообще ценность монеты определялась весом и ценностью металла. Поэтому в России, в Российской империи в 18 веке у нас чеканили монеты, которые могли весить полтора рубля, например. Монета-плата. Систарорецкий рубль, он был очень тяжелый, и вот так просто можно в карманы уже не положиться. А в настоящее время монеты, российские рубли, они из чего делаются? Сейчас делается сплав, специальный сплав. Есть монеты стальные, покрытые металлом, которые не поддаются коррозии. В советские времена делали монеты медно-никелевый сплав, а в царские времена, до революции, монеты были из серебра, миди. Ну и были золотые червонцы. Соня, ты что-то хочешь спросить? Нет, я вот заметила, что здесь есть небольшой контур, оправляющий монету. Тут вот выходит немного металл за этот контур. Да, это интересное наблюдение, и почему я вам эти монеты дал? А вообще, это что за монеты? Чтобы вы их изучили в сравнении одна с другой. Копейки, две копейки. Две копейки. Ребят, каждая монета, она у нас не только платежное средство, это носитель некой информации. Вот давайте вы две монетки возьмите, кто-нибудь из вас в ручки, посмотрите, чем они друг от друга отличаются. Они отличаются? Изучите, проведите исследовательскую работу. Какого года чеканки они? У них толщина разная. Отлично, молодец. Это попадание 100%. А год какой? Ты можешь расшифровать? Сейчас. Так, посмотрите. Это очень важный момент. Там четко видно, да? 1800, вот это 12-й. 1812-й год. 1812-й? Да, это двухкопешная монета, а медная, самая ходовая. А почему они разные, хотя год одинаковый? Вот. А вспомните, что в этом году у нас случилось в российской истории? Что произошло? 1812-й год. Виток с Наполеоном. Да. Нашествие, это на 10-й язык, нашествие наполеоновской армии. Времена были тяжелые, и, видите, требовалось побольше металла на литье пушек, вооружение, амуницию военную. Поэтому монеты стали тоньше. И вот так об этой ситуации нам может рассказать две монетки одного года. И аккуратнее. Да, да, да. Вот здесь вообще все выходит. Я могу сделать предположение, что монетка, которая потолще была, предположим, выпущена в начале 1812-го года, да? А та, которая потоньше, уже ближе к концу этого года. Как известно, что летом напал Наполеон как раз в июне, и поэтому... В области, да, ведь события? Ну, они сразу не нападали, они просто вошли в Москву и ждали, пока им там присудит император. А потом большинство, когда наступила зима, стали умереть из голода и холода. Вот поэтому история на монетах запечатлена. Это интереснейший момент. Каждую монету можно прочитать. Еще с этого началась история французского языка в России. Там некоторые начали, французы, останавливаться в деревне, в городах, там, в России. И поэтому они начали учить их говорить на французском языке, а в это время французов начали говорить на русском, учить. И поэтому получилось, что большинство людей теперь знали французском. Обмен слов произошел. Вот смотрите, интересный момент. У нас в Вятской губернии было немало пленных французов. Причем жили они здесь спокойно, в городах. Были учителя музыки, были живописцы, которые преподавали, учили детей рисовать. И учителя французского, как раз. А в деревнях жили просто в домах поселян. Так вот, когда пленные французы, они просили что-то там, допустим, они говорили «шер ами», «шер ами», «это дорогой друг», с этого слова появилось слово «шеромыжник». Потому что отступающие французы, они выглядели не очень, так скажем, презентабельно. Поэтому слово «шеромыжник» закрепилось в таком вот виде интересном, нелицеприятном. Соня, ты что-то спросить хочешь? Да, я хотела вас спросить. Вот я здесь заметила буквы «НМ» и тут, и тут. Это что значит? Это отличный вопрос, потому что вот здесь в нумизматике очень важно, где монета чеканилась. Это монетный двор. У нас в Российской империи монеты чеканились в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Москве, ну тогда Ленинград Санкт-Петербургом назывался, в Москве чеканились, в Перми, Анинский монетный двор, и чеканились на Сузунском монетном дворе, на Колыванском монетном дворе. Были еще очень интересные монетки, сибирские монетки. Я из Сибири. Отлично, отлично. А вы здесь обсуждали уже... А как в городе в Сибири? Это где сейчас Новосибирск находится? Особенность меди, которая была использована для чеканки монет, была в том, что в эту медь попала часть золота. Она была с примесью золота. Поэтому монетки сибирские, они размером меньше, чем общероссийские были монеты. Это 18 век, эпоха Екатерины II. Вот интересный момент. Тогда золото от меди не умели отделять. И поэтому раз там металл, как казалось, ценнее, то поэтому они размером были меньше. Вот и к вопросу возвращаясь к тому, что металл играл немалую роль в монетной экономике, в монетах, в чеканке. Я вижу, тут зеленый выступает. А вот есть магнитная монета, а есть немагнитная монета. Как вы представляете, магнитная монета или нет? Просто вот у меня... Ты имеешь в виду, монетка какая-то магнитится, а какая-то немагнитится, да? Это имеешь в виду? Просто мы вчера читали с мамой. Вот у меня 20 рублей нашел. И вот если она немагнитная, то можно за ней... То она стоит 3 тысячи. Если немагнитная, то 30 рублей. А ты, Александр, коллекционируешь монеты, да? Да, нумизмат. Нумизмат. Вот смотри, такая ситуация. А на что... Алексей, давайте все-таки предлагаю задать вопрос слушателям нашим. Вопрос от вас. 211-101. Ребята, будьте внимательны. Ребята, вопрос такой. Значит, в Российской империи в 18 веке появились бумажные деньги. Ассигнации впервые. Причем это было очень удобно для экономики, для купечества. При каком правителе России появились бумажные деньги в нашей стране? 211-101. В 18 век появились в нашей стране бумажные деньги. Кто правил в этот момент? Скажите, пожалуйста. У меня еще мой сундук. 211-101. Ну, там много, конечно, правителей в 18 веке. Там деньги с разных стран. Вот раз уж мы заговорили о сундуке, к которому Саша сейчас потянулся. То мы можем говорить о кладах. Саша, подожди, не перебивай. Ребята, вот у меня к вам вопрос. Вот для вас клад что такое? Клад это какое-то забережение людей, которое отложено на потом. Хорошо. С чем ассоциируется вот у тебя клад? Федя. Я знаю, это какая-то чужая вещь, которую человек решил спрятать от кого-то. Либо же она попала туда случайным образом. Но смысл заключается в том, что эту вещь тебе не отдадут, потому что она может подлежать другому человеку. Саша, а ты как понимаешь слово клад? Что такое клад? Спрятанная старинная вещь, которую кто-то нашел, выкопал. Как-то так. А они у вас не ассоциируются с пиратами, с необитаемыми островами, с приключениями? Не обязательно. Не обязательно, что пираты закопали. Совершенно верно. Это могут закопать обычные люди или там какие-то правители, которые прячут, например, военную тайну от кого-то. Ну, чаще закапывали обычные люди, купцы. И вы знаете, что клад на самом деле это историко-археологический комплекс. То есть, если вы нашли клад, а кому-то из вас приходилось монетки находить? Да, вот я нашла. Мы с другим даже закапывали. Закапывали? Для чего? Да, мы не монеты закапывали, а, ну, в общем, там была такая ситуация, что у меня умер четвертый айфон, и мы его с другом закапали. Извините, у нас есть звонок. Соня, привет. Приветствую нашего сунчика. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Вика. Вика, как ваше настроение? У меня хорошее настроение. Сколько тебе лет, где ты учишься? Мне 10 лет. Я учусь в 10-й школе, в 4-м классе. Замечательно. Ты хотела бы ответить на вопрос? Да. Итак, вопрос у нас. При каком правителе в России в 18-м веке у нас появились первые бумажные деньги? При Екатерине II. Абсолютно правильный ответ. Молодец. Абсолютно точно. Хорошо. Откуда ты знаешь? Ты где-то подсмотрела или изучила? Ну, я подсмотрела. Подсмотрела. Ну, ладно. Я умею пользоваться интернетом. Ну, по крайней мере, ты все равно уже знаешь. Главное, дозвонилась, главное, правильно ответила. Соня, напомни, что у нас еще. Итак, у нас есть книга «Мэтт Хейк. Мальчик по имени Рождество» и «Удивительное приключение в стране экономика». Мне бы хотелось бы книгу «Мальчик по имени Рождество». Отличная книга. Отлично. Она достанется тебе. Да, не клади, пожалуйста, трубку. Сейчас тебе объяснят, куда и когда можно прийти для того, чтобы забрать данную книжку. Алексей, продолжайте. По кладам. Продолжим тогда. Ребята, вот смотрите. Если клад собран из разных монет, монеты, чеканки разных монетных дворов разных лет, археологи, исследователи, нумизматы будут разбираться с каждой монетой отдельно. Какой это монетный двор? Откуда она пришла на нашу территорию? Поэтому большой пласт информации экономической, с кем мы тогда торговали, как жили люди, богато, бедно, какие у них были культурные традиции и даже какая народность проживала на этой территории. Вы знаете, наша область кировская многонациональная и на Вятке жили и финно-угорские народы, и живут, слава богу, морейцы. И у них есть такая традиция украшать, женщины себя украшают манистами, на которых вот как раз старинные монеты красиво украшают. Чем больше маниста, тем более в семье достаток. И вот если монетка находится с дырочкой, то здесь можно определить, что это удмуртское поселение. Давайте поясним, да, маниста, это вот много-много монеток, насаженных, нанизанных на ниточку. На грудник такой с монетами. Извините, а клад это обязательно то, что закопали и то, что сохранили? Или есть еще другое определение слова клад? Нет, я считаю, что клад это историко-археологический комплекс, который может дать информацию в комплексе, объединенном. Я, знаете, поделюсь своим впечатлением, что мне в детстве пришлось найти такой клад. Да, 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 как-то у нас шло строительство и старые дома, вот я еще в пятом классе учился, стояли уже под снос. И мы залезли на чердак одного из деревянных домов. Ну, это понятно, я тоже так делаю. Там было очень темно, и я почувствовал, что под руками что-то шуршит. Когда присмотрелся, это оказались деньги. Деньги были периода конца Российской империи, гражданской войны, так называемой Керенки. О чем это может рассказать? Это большие такие ситуации? В то время, когда они обесценились, что-то купить на них было уже невозможно. Они потеряли свою покупательную роль. То есть, произошел некий кризис, некий перелом. И эти монеты, эти купюры употребили как утеплитель чердака. То есть, это были бумажные деньги. И, в принципе, видимо, хозяин дома решил утеплить вход на чердак. Таким образом, мы возвращались в свой двор, у нас были набиты карманы деньгами. И, в общем-то, мы играли, ну, тогда еще все-таки дети не понимали ценность этого комплекса. А в целом, если вам приходится находить какой-то небольшой клад, или, может быть, очень большой, то не стоит его разделять на части, там, часть раздарить друзьям. Это неправильный подход. То есть, исследователи должны получить полностью весь объем информации только тогда, когда он объединен. То есть, самая ранняя монета, самая поздняя монетка. Все это началась вашей карьерой нумизмата, да? Наверное, потому что все наши интересы, они приходят к нам из детства. Федя, ты спроси, что ты хочешь? Так, да. Нет, я рассказать. Вот я живу на улице Водопроводной. Там велись стройки, когда строили новый дом. И, как известно, это самая первая улица в городе Кирова. Ее уже раньше звали Киморской. И вот когда велись стройки, откопали там несколько бревен, и какое-то сооружение под землей было. То есть, что историческое, там здание из богов какая-то. Интересно. Мы вот недавно изучали, что бревна каким-то таинственным образом, там легенда была, что перенеслись как раз на Киморскую гору, и там из... А, есть такая легенда. А вы знаете, ребята, вот... Давайте вопрос зададим, Алексей. Давайте следующий вопрос. Еще один вопрос. 211-101. Для радиослушателей. Мы только что слышали, вот здесь был специалист в банковской сфере. Вы обсуждали, что такое рубль, история рубля. Я бы хотел задать по другой ключевой денежной единице, по копейке. Скажите, пожалуйста, вот когда в России произошла первая общая, большая, централизованная денежная реформа, в результате которой появилась копейка. И кто участвовал в этом процессе? Какие правители? Знаете ли вы их имена? 211-101. А с каким непосредственно правителем нашей страны связана судьба, история копейки? Да. Копейки. Когда она появилась у нас в обращении, как основная денежная единица. Насколько я помню, давненько это было. Много веков назад. Это было очень давно. Причем копейка такая важная денежная единица, потому что когда копейка была в ходу, рубля как такового не было. Рубль, как серебряная монета, появился при Петре Первом. Поэтому копеечки, 100 копеек это и было рубль. А сама копеечка, ребят, делилась еще на дольки. Динга и полушка. А напомню, что такое алтын? Вот алтын. Я интересовался. Это интересная такая денежная единица, счетная. То есть она состоит из трех копеек или шесть денег. Шесть денег. Да. Или три копейки. Или три копейки. А вот старшее поколение часто употребляет такую фразу «пятиалтынный». Ну-ка посчитайте, ребят, сколько это вот пятиалтынный? Тридцать копеек. Есть ли три копейки? Пятнадцать. Пятнадцать копеек. Пятнадцать копеек. Да, вот во времена моей юности пятнадцать копеек это был билет в кино. То есть за пятиалтынный можно было сходить, посмотреть кинокартину. Ребята, а вы знаете, а что такое червонец? Слышали такое слово? Это первая монета русская? Нет, это золотая монета. Эта монета связана с мощным экономическим ростом. Если мы возьмем конец девятнадцатого века, министр финансов Граф Витте, премьер-министр, он как раз и ввел тогда золотую денежную единицу червонец. И тогда экономический рост превысил даже рост экономический США. Тогда Россия была в лидерах. Строились железные дороги, к нам шли инвестиции, строились предприятия. Россия выпускала свой автомобиль на руссо-балтийском заводе. И тогда же появляется и российский кинематограф. Именно в эту эпоху. Это тоже нужно знать. Поэтому вот все связано с экономикой, все связано и с монетами, и с деньгами. Ребят, хотел еще задать вопрос. А вам приходила в голову такая вот мысль, а что такое вообще монета? Вы знаете, что это значит слово? Почему она круглая? Почему она называется монетой вообще? Есть какие-то версии? Раз у нас открывашка, мы должны что-то новое открыть. Моноцикл, моно, это колесо, по-моему. Интересные лингвистические опыты. Моно, монета. Вы знаете, вот представляете, ребята, вот сегодня, когда мы держим в руках горсточку монет, мы, в общем-то, отправляемся в путешествие во времени в Древний Рим. Потому что монета, слово, это имя жены древнеримского бога Юпитера, Юноны Монеты. А Юнона Монета, это переводится с латыни как предупредительница, советчица. Почему так? Кто-то из вас читал рассказ Льва Толстого, как гуси спасли Рим? Да, я. Именно при храме Юноны Монеты жили гуси священные. Которые предупредили их о том, что на Рим напали галлы. Совершенно верно. И в III веке до нашей эры римляне затеяли чеканку монет именно в этом храме. А тогда эти экономические процессы, они проходили и в храмах. И поэтому чеканка монет проходила в храме Юноны Монеты. И с тех пор эти беленькие серебряные кружочки стали называть монетой, раз их чеканили в храме Юноны Монеты. И поэтому, представляете, сколько уже прошло 2300 лет, а мы до сих пор пользуемся этим термином. Их, кстати, могли назвать не Монета, а Юнона, потому что там два. Совершенно верно. Поэтому, интересно, почему назвали именно не Юнона, а Монета? Потому что Юнона – это, видимо, имя богини, а Монета – это ее прозвание, и оно проще приживалось. Да, Соня? Я бы хотела сказать, чтобы слушатели позвонили наконец, потому что у нас остается немного времени. Очень немного времени. Буквально 5 минут у нас остается. Напомните, пожалуйста, Алексей, еще раз вопрос. Вопрос. При каком правителе у нас прошла первая централизованная денежная реформа, и появилась денежная единица копейка? С именем какого правителя связана, собственно, история копейки? Номер 211-101. Ну, хотя бы назовите век, это тоже очень интересно. Ну, давайте как-то, не знаю, намекнем. Давайте так попробуем. И на какую букву имя правителя? Да. Дайте я вспомню. Самое распространенное русское имя у этого правителя? Так можно сказать? Да, да, совершенно верно. О! Самое распространенное имя. Самое распространенное русское имя. Подумайте. Ну, ребята, которые у нас в студии, молчите. Все-таки вопрос для наших слушателей. Или первая буква. 211-101. Ждем ваших звонков, у нас осталось буквально 5 минут. Сложно. Кстати, Алексей, на территории нашей области часто ведь клады находили люди? Действительно, Вятская губерния была регионом очень богатым и большим. Вот если в рамках Российской империи говорить, мы были где-то на втором месте после Киевской губернии, самой крупной. Потому что к нам входили еще и Жевск, Удмуртская республика ныне, другие регионы. И таким образом у нас очень было развито купечество. Купечество, и поэтому и крестьяне, и купцы часто жили зажитошно. И поэтому они какие-то свои излишки, так как банков тогда еще не было, если взять начало 18 века, и называли это земельный банк. Положить в земельный банк на черный день, на всякий случай. И, в принципе, не все успевали их потом применить, достать. И таким образом получилось, что они остались в земле. И вот сейчас историки, нумизматы изучают этот большой пласт истории. У нас в северных районах Кировской области, в Афанасьевском районе, находят клады, представляете, иранского серебра 4 века нашей эры. 4 век? Да, то есть это сосаницкое серебро, крупное блюдо, а еще находят серебряные дирхемы 9-11 веков нашей эры. То есть у нас то население, которое жило в северных лесах, они торговали с Булгаром, Булгарское государство, а в Булгар прибывали купцы с Востока. И вот так до наших земель, которые были богаты мехом, другими дарами леса, вот эти товары доходили. Доходили эти денежные средства, и потом их передавали в храмы, они были зарыты как клады. И вы знаете, интересный случай. Алексей, давайте сейчас прервемся, у нас есть слушатель. Отлично. Соня, приветствуй. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Савелий. Сколько тебе лет? Девять. Из какой-то школы? В десятые хочусь. Ты бы хотел ответить на вопрос? Да. Давай, отвечай. Имя правителя, с которым связана как раз-таки история Копейки. Как его зовут? Иван Грозный. Совершенно верно. Совершенно верно. И тогда Иван Грозный был еще малолетним правителем, и при нем была регенша его мать Галина Глинская. Я же знала. Елена Глинская. Я знала. И то есть Елена Глинская и Иван Грозный, тогда еще Иван Васильевич, великий князь, вот они и провели денежную реформу, которая назрела. И тогда и появилась Копейка, Динга, Полушка. И ты получаешь чудесную книгу «Удивительные приключения в стране экономика». Молодец, очень сложный вопрос. Тут уже без вариантов. У нас осталась именно эта книжка. Она интересная и очень познавательная. Да. Мне понравится. Ты рад? Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Николай, пожалуйста, трубку тебе объяснят, как можно будет получить. У нас буквально минутка остается до конца программы. Прерывали вас, Алексей. Очень подозрительно, что все звонят из 10-й школы, из 4-го класса. А потому что я рядом с 10-й школой, и, короче, один раз мальчики у меня спросили. Я когда шел с другом, разговаривал про радио, они спросили, типа, это твой голос на радио? Я сказал, да, там, слушайте и выливайте книги. Ну, возможно, там люди любят историю, и привали бы какой-то интересный факт. Да, я хотел прервать. И в школе книги даже, да. Так, ребят, сейчас мы будем уже завершать. Ага, я хотел просто добавить то, что у нас действительно история очень древняя, интересная. И вот те находки, которые делаются на территории города Вятки, Кирова, на территории Кировской области, они еще несут много загадок, которые, ребята, вам, возможно, предстоит разгадывать. Например, в 1935 году недалеко от стадиона Динамо, Динамский проезд, был найден клад византийских монет. Византийские. Византийские монеты начали. Византийские. В 6-9 век нашей эры. Византийские монеты начали. Такого государства, как Византия, уже не существует. Да, да, да. Разумеется. Вот. И как они туда попали? Почему? То есть это все еще предстоит исследовать. Мы это в школе исследуем, старались как-то. Пытались. Просто нам пришли византийские монеты, когда мы начали чеканить как раз свои. И только тогда пришли уже византийские, потому что началась развиваться торговля. Подожди, Саш, вы чеканите сами монеты, чеканите? Нет. Нет, это в виду на Руси. Да, на Руси. На Руси. На Руси, да. И поэтому начала больше развиваться торговля между византией и как раз Руссией. И поэтому начали чеканить византийские монеты, потому что они начали привлекать с востока торговцев. И поэтому византийские монеты почти везде расплачивались, поэтому было так удобно чеканить и монеты золота, и монеты серебра. Они тогда назывались серебренниками и золотниками. Абсолютно точно. И вот первые русские монеты, это точно копия византийских монет. Алексей, ребят, к сожалению, время с сегодняшней программой «Открывашка» истекает. Да, я смотрю на звукорежиссера. Нам пора завершать. Влад, завершать пора, да, уже? Ну что, интересно сегодня было? Познавательно? Очень. Узнали что-то новое? Одна из самых интересных эфиров. Здорово. Следующая программа «Открывашка» напомню, в следующее воскресенье в 10 утра. Слушайте нашу всей семьей. Звоните 211-101, выигрывайте различные подарки. Подберем мы очередную порцию призов на следующее воскресенье и будем их разыгрывать. Спасибо большое, Алексей Фоминех, историк, нумизмаца, а также ребята, Соня Заньков, Федя Речков, Саша Копылевич. Ну что, хорошего дня всем. До свидания. Хорошего настроения. До встречи. Пока. Детская познавательная программа «Открывашка».